всем привет друзья привет 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 красивая софи спасибо чего пропали чё грустная где моли сейчас отречу молли дома с ней все хорошо но она такая актриса вам хочу сказать мы когда куда-то с мужем уезжаем она всегда бегает хвостиком ну типа возьмите меня с собой она привыкла что мы везде с собой тускаем иногда ну невозможно взять потому что бывает либо к нему там нужно на работу заехать либо мы на съемки едем и то есть ну морку невозможно взять и она такая знаете вот сегодня например я выходила я последняя дома выходила муж пошел в машину прогревать и она так демонстративно ушла к себе в кроватку легла такого подняла опустила и такая вздохнула типа но не берете меня и ладно она такая актриса мулька моя так чего я грустно отвечаю на этот вопрос я вам открыто говорила что я нахожусь в каком-то депрессивном состоянии но все грешат на то что там какая-то венера на затмение но может быть может потому что ретроградный меркурий на меня тогда очень сильно повлиял и я тоже так немножко в депрессию впала а вот сейчас ретроградная венера там какая-то да если точно вам говорю вот она тоже на меня влияет и я все делаю через силу мне все очень тяжело дается я лишний раз телефон не беру в руки не знаю почему наверное по этой причине вот поэтому настя почему пропадаешь вот только ребят только-только вам рассказала я правда в очень таком состоянии подавленном я все через силу делаю поэтому телефон я тоже беру через силу вот где илья я сейчас зашел к себе на работу сейчас там доделает дела и мы поедем как вы надоели класс а зачем заходите я же вас не звала зачем зашли чехия привет нас это прекрасно выглядишь спасибо большое я наверно мозг выносит нет нет том-то и дело что наоборот он меня даже как-то поддерживает успокаивает горда не переживай он просто знает что я метеозависима я реально очень метеозависимый человек вот он знает это прекрасно и старается меня не трогать поэтому я вот этот период вот получается три недели даже 4 даже пошла я в таком состоянии в подвешенном покажи его с ним весело да он вышел я в машине 1 сейчас сейчас придет покажу владимир привет и привет из владимира привет казань привет минск привет вы мои все хорошие настя были ли панические атаки прям вот прям сильных сильных панических атак я никогда на себе не ощущала но легкие моменты такие явственно себе конечно но испытывала чего-то какая-то тревога у меня была я чего-то прям боялась переживала и внутри так сердце прям стучало конкретно как такое ощущение как будто знаете вот сердце стучит и ты как будто немножко так воздуха не хватает ты задыхаешься мне был такой момент но недолго слава богу так казахстан привет норсултан привет не трогать а вытащить оттуда не хочет а вы знаете а мне невозможно вытащить из этого состояния пока я сама из него не выйду вот я сколько раз замечала я правда я очень зависимый человек в плане космоса я вам честно говорю без всяких шуток без всяких приколов вот если реально ретроградный меркурий все у меня все плохо мне ничего не хочется и меня в этот момент лучше не трогать это знает вся моя семья со мной лучше не разговаривать не общаться мне нужно дать немножко уничтожить себя вот прям знаете прям уничтожить себя физически то есть я могу сутки проваляться не стать с кровати у меня правда такое бывает редко но бывает вот и мне нужно поваляться в мыслях своих поковыряться там уйти наедине сама собой побыть и у меня такое бывает и муж уже тоже понял что меня из этого не вытащишь мне просто нужно дать время чтобы я сама отошла от этой ситуации но ты сильная спасибо настежь хорошо выглядишь спасибо большое настежь солнышко все будет отлично улыбни спасибо вам большое саратов привет вы моя поддержка мне так приятно самом деле я даже когда я ухожу в себя я телефон правда убираю я стараюсь ни с кем не общаться потому что я боюсь наговорить немножко лишнего то что такие моменты я себя не контролирую свою речь абсолютно могу обидеть человека мне потом самой от этого плохо вот но но я директ читаю директ я читаю очень много такой поддержки и очень много кто переживает за то что я там не выхожу в stories и привет су жура привет я не знаю может многие меня поймут не только девчонки но и пацаны парни я думаю меня поймут в такой стону так бывает у многих бывает и тем более те кто зависим от всяких этих космических прибаулов те меня поймут вы как солнышко спасибо бурятия привет куда вы едете мы сейчас на работе у мужа муж пошел на объект а я зашла купила от мира торги вкусные такие вот такие вот прям реально очень вкусные свиные свиные короче сухие хрени я домой накупаю всегда там лежу телек смотрю ем как они чипсы там сухие называются свиные я вот близнецы у меня тоже нервы ой близнецы да как я вас понимаю как никто и знаете вот правильно говорят у близнецов это грубо будет высказано до сказано что мы двуличные мы не то что двуличные здесь одно сказали отвернулись другое сказали мы двуличные в том плане что у нас несколько настроений бывает на 10 минут вот 10 минут я например 7 минут я веселая у меня все прекрасно меня резко переключает и три минуты я грущу у меня все плохо вообще что происходит где нахожусь потом меня резко опять переключает вот мне кажется наши две личности в этом состоят что у нас переменчивое настроение так отдохнуть да мы с можем планируем отдохнуть потому что она уже все уже прям нервы на исходе тоже прям тяжело тяжеловато мы хотим весной полететь куда-нибудь отдохнуть точно вот вы понимаете насть зайка пишут многие что вы селью разводитесь я хренела надеюсь это неправда не друзья это неправда у нас все хорошо я же говорю это мое сейчас такое состояние что я ушла в себя и немножко я потерялась из жизни инстаграма у нас в жизни все хорошо нет ну конечно нет конечно у нас как у нормальных людей бывают недопонимания бывают ссоры это все бывает и тем более сейчас в этом состоянии в котором я нахожусь ну как бы я же говорю я лишнее слово боюсь сказать что могу обидеть человека и конечно ругаемся но расходиться никто не собирается нет не верьте слухам пожалуйста это все полная ерунда настюша всегда поражалась твоей мудрости ты совсем молодая девочка но ты такая мудра все тебя будет хорошо спасибо вам большое мне правда очень приятно нет неправильно ты говоришь о своем знаке но я трактую свой знак так потому что я так по себе чувствую я отталкивалась из из-за своего состояния то есть так как я себе чувствую а конкретно за все знаки я не могу нести ответственность это нормально вот согласно привет илье береги себя зайчики люблю берегите себя зайчики люблю вас спасибо вам большое губы ужасно мне наоборот очень нравится те которые были до этих губ те были ужасные потому что мне мигрировал гель у меня поднялась губа и такое ощущение как будто у меня две губы очень аккуратные натуральные тут всего два шприца не но я хочу если честно третий шприц но уже к весне не сейчас красивые глаза спасибо большое кстати ресницы снимала ведь без ресничек пока хожу но хочу опять нарастить так где покупала шубку девочки хочу вам сказать честно не помню я еще знаете когда это был шоурум какой-то это только-только с проекта ушла мы тогда жили во внуково еще в аэропорт в внуково и вот какой-то там был шоурум но я правда не помню что сосед где общение мы общаемся но по телефону пока я же говорю я ни с кем сейчас особо не вижу ни с кем не общаюсь потому что вот надо мне выйти из этого состояния так сейчас стоит фильтр у тебя на лице до фильтр стоит да да так третий шприц не надо мне хочется верхнюю губу чуть больше в приподнять вот и побольше сделать контур именно не то чтобы они были прям пухлые а мне хочется контура у меня контур сейчас красиво сделала олечка но мне хочется чуть-чуть его побольше помощь пришел очень красивая спасибо большое красивый объем губ сколько колола раз два раза здесь всего у меня два фильтра два филлера зая поздоровайся с подписчиками привет привет ребят так настя он как погода нормально в принципе не холодно так чуть снег идет сейчас займа поедем выходить из прямого нет еще тогда я посижу саратов тебя смотрят пишет так он сейчас занят он делами там занимается потом два больше не собираетесь вы знаете я забыла вам рассказать мы недавно в гости к ним приезжали просто мы проезжали мимо и решили заехать вот мы заехали посидели пообщались с продюсером посидели пообщались там с редакторами очень так мило очень классно за жизнь поболтали вообще за проект поболтали вот гости в гости мы можем мы еще раз приехать как бы вообще нет проблем мы поняли что нам всегда там рады ну вообще вообще такая хорошая позиция посиделочка получилось но в плане участников возвращаться нет 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 мы не планируем ты с ильей живешь ну да уже муж мой вот он рядышком со мной так вы ставили прививки от к вида нет не ставили спасибо большое вам за эмоции в том проекте спасибо вам большое вам спасибо что смотрели что переживали поддерживали вас очень и очень крутая была поддержка в наш адрес понятное дело что многие нас там и не любили и осуждали но и также и поддержка была очень-очень колоссальная ты что такая деловая данном вроде нет копины выиграли квартиру до видела молодцы правильно нафиг эти прививки ну вот я тоже так думаю первым привет привет первым великолепный век ой так смотрю на третьей странице яндекс спасибо ой девочки я вчера закончила смотри точнее даже не вчера потому что вчера я уже смотрел последнюю серию дару за выйти мне да 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 я дождусь вас вам сколько вы примерно будете по времени задержитесь да а у вас что-то прям срочно там было или черт а ну говорите говорите чем можем прям сразу как бы это как он что нужно сделать а все понял добро добро профит я понял артур я просто хотел передать вот как бы счета тогда я не буду я тогда наверно заберу их лучше а то не дай бог потеряются там чеки да 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 то там чеки как бы это какой не хотелось бы терять на большие суммы все добро тогда на связи ладно все до свидания вот продолжаю по поводу великолепного века вчера перед сном я его смотрела и вырубилась уже на последней серии я прям вырубилась и сегодня утром я проснулась раньше будильника чтобы досмотреть эту последнюю серию там где сулеман уже ушел в мир иной вот и получается я досмотрела его сегодня утром и потом вы мне начали писать о том что есть еще продолжение империя кюсен по моему да если я не ошибаюсь ну в общем зачем вы мне об этом сказали я теперь опять пропаду я вот все это время я прям смотрела усердно великолепный век так насчет носика у меня там спрашивали тоже прочитала носик шикарный вообще просто у меня нет слов я безумно радуюсь своему носику но опять-таки прошло всего вот четвертый месяц пошел и вот мой врач пашот валерьевич говорит о том что у меня идеально проходит восстановление то есть мой носик уже такое ощущение как будто полгодика как будто за же но как будто прошло полгодика после операции как будто реабилитация прошла очень очень легко при вообще но она у меня еще идет мне носит по утрам опухает немножко я встаю он побольше у меня становится потом течение дня он спадает и все как бы хорошо вот но это нормально это нормально до года носик все будет восстанавливаться так что вот так вот так насть как думаешь профессия стюардессы востребована вы знаете я когда-то мечтала стать стюардессой мне было наверное лет 17 18 я говорила что я хочу стюардессы быть стюардессой и я очень уважаю эту профессию вам хочу сказать у меня подружка была стюардесса сейчас вроде как уволилась но она вот стюардессы несколько лет проработала и говорит что это очень тяжелая работа очень тяжелая вот но востребованная до тебя шикарно нас даже не скажет что что-то делала да благодарю вот в том то и дело что мне он сделал носик натуральный то есть не вот эти кукольные носы которые реально видно что сделаны да у меня прям их аккуратный изгиб ровненький плавненький у меня кончик тоненький носика крылья носика выровнял точно сделал все вот как для себя как говорится вообще очень круто очень я единственное о чем жалеет мне задавали вопрос жалеешь ли то что ты сделал у нас я жалею то что я его раньше не нашла своего врача а что-то валерьевич который мне исправил первый носик который мне испортили единственное вот если вернуть меня назад я бы изначально к нему пошла он бы с первой операции сделал бы мне идеальный носик мне не пришлось бы повторно ложится зарплата какая была подруги стюардессы я не интересовалась я никогда ни у кого не интересуюсь по поводу зарплат потому что ну это странно как-то в кошелек человеку лезть но она работала в аэрофлоте даже бородуля советует сэм не видела честно что она рекомендует но вот вы мне очень-очень много кто написал в директ о том что настюк посмотри косым и у меня теперь миссия номер два посмотреть косым я вам покажу тоже я открою покажу так настя передай при это ли армения он слышит все но он просто работает занят сейчас там делами занимается почему анастасия должна отвечать на вопросы вот я полностью по поводу да я полностью с вами согласна как бы я никуда не лезу я живу своей жизнью у меня с мужем все прекрасные и это с и это самое главное я отвечаю только за свою семью вот он так много написали ты носишь носовой платок ты носишь вот так вы наверно ранее задавали да я не увидела вы решили много написать нет честно не ношу носовой платок потому что у меня нос больше не забивается я утром у меня аквамарис и я утром просто промываю его после сна и все и мне на весь день вообще абсолютно носик чистенький раньше я мучилась я даже капли капу шикала каплю у нас постоянно был забит сейчас нет проблем этих так привет из риддера привет правильно правильно что не торопитесь детьми все успеется мы тоже так считаем что всему свое время всему свое время конечно же конечно если вот просто логически рассуждать да мы семья мы уже там почти три года вместе мы муж и жена мы 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 семья полноценная и в принципе в принципе если логически так рассуждать то ребенка уже можно уже нужно уже можно да если смотреть институт семейный но мы немножко просто по-другому рассуждаем. У нас очень много сейчас проблем, забот, хлопот, что, к сожалению, пока мы не можем себе такую классную роскошь, как ребенок. Ребенок будет требовать очень много внимания, очень много финансов, а на данный момент пока то, что хотим дать детям, мы пока не можем дать. Ты красотка, Настен, спасибо большое. Приветик, передай мне привет, пожалуйста. Анисимов, Паша, привет. Так, дай бог вам здоровья, спасибо. Так, повтори название фильма, как раз еще, как раз посмотрите, который я смотрела, называется Великолепный век, вот там четыре сезона. Когда его досмотрите, то будет Империя Кюссе. Шли хейтеров нафиг, пусть займутся в своей жизни, не лезут в вашу. А вы знаете, я даже на них не обращаю внимания, у меня настолько пофигизм вырос в плане хейтеров, что, не знаю, иммунитет очень сильный, поэтому все, что они говорят, я не воспринимаю на свой счет. У тебя есть братья и сестры? Да, конечно, у меня. Я старшая в семье, у меня есть сестра младшая, она на два года старше меня и младший брат. Брату сейчас 13 лет, настроя в семье. Две сестры, получается. Ну, я, сестра и брат. Так, привет из старого оскола, привет. Скажи, пожалуйста, что у Оли с профилем... А я не знаю, друзья, что у кого с профилем. Я же говорю, я в таком состоянии сейчас нахожусь, я в инсте даже не появлялась. Я просто не видела ничего. Узбекистан, привет. Дагестан, привет. Мы вас любим с Ильей. Спасибо вам большое. Амина. Благодарю вас. Ты когда готовишь фартук, одеваешь? Нет. Честно, нет. Старшей сестрой быть это ответственное. Все шишки старших вечно. Это факт. Это факт. Я всегда переживаю за сестру, ну, и за брата, конечно же, как за себя не переживаю. Если, не дай бог, у них там что-то, какая-то что-то происходит, я первая бегу на помощь, я первая переживаю, я первая лечу. Иркутск, привет. Кыргызстан, привет. Так. Настя, счастья вам с Ильей. Благодарю. Благодарю. И вам тоже. Здравствуйте. Были в Иркутске? Нет. Нет, не была. Не была. Муж тоже не был. Ты очень мудрая. Благодарю. Астрахань, привет. Ой, в Астрахани рыбка такая вкусная. Как, где я пробовала, ну, в Саратове когда были, и там астраханская рыбка была. Такая она вкусная, капец. Как у вас в Москве с QR-кодами? Ну, вот я приходила в торговый центр, у меня не спрашивали QR-код. Ну, как бы, вроде как, и не так все страшно. Сестра у тебя очень красивая. Видела ее недалеко от моего дома. Ее работа. Да, сестренка у меня вообще мега-мега крутая. Я ее очень люблю. Так. Как у вас погода в Москве? Снежок. Минус три. Слякоть. Нормально, в принципе. Ели бурятские позы. Позы. Бузы еще как-то, да, называют. В общем, у меня подружка есть. Вот она из ваших краев. И я к ней приехала в гости недавно. Ну, как недавно, несколько месяцев назад это было. И они со своей сестрой налепили домашние вот эти вот позы или бузы, правильно, точно не помню. Они такие вкусные просто. Я прям пальчики облезала. Прям очень вкусные, домашние. Не знаю, как правильно называются, потому что кто-то говорил бузы, кто-то позы. Ты классная, спасибо. Где была за границей? Ну, на самом деле, ну, Сейшелы, Турция. Ну, это знаете как? Это просто было. Это не то, что я там отдыхала. Это мы с мужем, ну, мы сейчас туда были не муж, а мы были просто пара. У нас пересадка была в Дубае, там 19 часов. Мы находились в Дубае 19 часов, потому что ждали пересадку на Сейшелы. Потом также на Сейшелы мы летели через Турцию. В Турции там несколько часов проводили. Там Доха, Катар. Ну, то есть через все, что угодно. Мы летали, мы много где были, но мы там не отдыхали. Мы просто, у нас там долгие пересадки были. И когда, например, 12 часов пересадка, там 19 часов пересадка, ты находишься в этом городе и как бы считаешь, что ты вроде как денечка побыл в Дубае. Настя, сколько тебе лет? Мне 27 лет. Я 94-го года рождения. Когда планируете на отдых? Планируем весной, март-апрель. Вот мы планируем сейчас еще в февраль плотненько поработать. март поработать, начало, а уже к концу или начало апреля мы уже по-любому куда-то вырвемся. Это даже не оговаривается. Мы вот прям по-любому поедем. Да, Зай? Да. Так. Илья вот рядом, муж мой рядышком сидит, работает. Я не показываю, потому что он с документами работает. Так. А до проекта нигде не было? Нет. До проекта вообще нигде не была. Я сделала загранпаспорт, и он у меня чисто вообще пустой был. Нет, никуда не летала, нигде не была. Кроме Сочи, Анапы, Геленджика, Краснодар. Где Йорка покупали? Мы были тогда на проекте, и муж где-то нашел, где-то покупал через знакомых. Вот. И я даже не знаю. Ну, я, конечно же, переписываюсь. Я, кстати, до сих пор могу с ней пообщаться, с этой девочкой, которая нам продала Моли. Но я просто не знаю ни Инстаграма её, ничего не знаю. Просто номер у меня есть, всё. Потому что я, когда Молька у нас появилась, я с ней все вопросы обсуждала. Как правильно кормить, как правильно купать. Ну, в общем, подготовилась как мама. Ты пила антидепрессанты? Нет, антидепрессанты я никогда не пила. Я только пила успокоительные. Афабазол. Афабазол я пила. Месяца два я их пропила, и всё. Ну, это было, когда на проекте, когда у меня нервы сдавали. Красотка. Какая спасибо. Брови сама делаешь? Да, сейчас сама. Ну, у меня, в принципе, там татуаж. А вот. Но он уже немножко выцвел, и мне просто достаточно... У меня есть, знаете, такое масло и, как называется, мыло для укладки бровей. Я просто мылом специальным укладываю, и смотрится, как будто долговременная укладка. Вообще, прям шик. Кого бы хотела, сына или дочь? Первую хочу дочь, второго сына. Я хочу два ребёнка. Вот, к 30 годам я бы хотела дочь, а после 30 сына. Ребята, у меня не нарощенные волосы. Волосы у меня не нарощены, у меня свои. Афабазол для дома два. Ну да. Я правда пила два месяца. Какой твой любимый парфюм? Вы знаете, прям определённого парфюма нет. Вот у меня Бакараруш 540 мне нравится. Том Форд мне очень нравится. И Киллиан классные. Тебе нравится твое имя? Да, очень. Я прям очень люблю своё имя. Так. Привет из Комсомольска. Привет. Так, как научиться за собой ухаживать? Вы, короче, я раскусила вашу схему. Вы пишете мне один вопрос, я его не замечаю. Вы мне много вопросов, один и тот же, да? Полюбите себя. Полюбите себя и начните ухаживать. Не знаю, просто встаньте утром. Водите в ванну примите, я не знаю, часа два попаляйтесь в ней. Голову помойте, накрасьтесь. Полюбите, сделайте себе фотосессию. Красиво наденьтесь. Ну, то есть, оденьтесь. Ну, в общем, постепенно-постепенно приучайте себя. Изначально, изначально это... Ну, если прям глобально рассуждать, это к чисто плотности. Чтобы вещи были всегда чистые, чтобы вкусно пахло от вас. Чтобы голова всегда была чистая. Это тоже очень-очень важно. Ну, дома, понятно, там иногда можно поваляться, как угодно. Но в люди всегда выходите только-только окрашенные, только там ухоженные, с чистой головой. Так, так, постепенно-постепенно и приучите себя. Настя, вот что нравится в тебе, твоя искренность. Спасибо вам большое. Вы с Ебаровым часто ругаетесь? Ну, бывает, бывает. Вы знаете, у нас не то чтобы часто, у нас мощно. Мы можем поругаться сильно. Тут же отходим и тут же меримся. Но не часто. Просто мощно. Но не часто, нет. Паронеж, привет. Так, Настя показывала в видео, что нет капсул никаких. У нее волосы свои. А я даже, вот, я вам просто вот всегда говорю, волосы, ребят, свои. Волосы свои. А, это бесполезно. Многие не верят. Так, Илья такой серьезный, судя по разговору Дом-2, показывал его не очень хорошим. Да, я согласна, что Дом-2 показывал его с той стороны, с которой он не является. Он является совершенно другим человеком. Если бы он был такой, каким его показывали на проекте, я бы не смогла с таким человеком жить. Вот я вам честно хочу сказать, потому что, ну, его показывали с очень отвратительной стороны. Как будто, ну, реально, хуже него никого больше в этом мире нет. Как будто вот он такой негодяй вообще. И я бы такие качества бы не приняла в человеке. Привет, родные, привет, любимые дети. Мамулечка, привет. Мы тебя тоже любим. Так, у меня трое детей, я так устаю. Как быть, чтобы было полегче? Ой, девчоночки милые, я просто не знаю вам, как вам дать такой свет, потому что, ну, я же говорю, у меня нет деток, я не мама. У меня есть Молька, мой единственный ребенок. Ну, вы же понимаете, собачка и ребенок, это разные вещи. Поэтому, к огромному сожалению, у меня... Алло, смотри, я тогда, я тебе нужен? Нет, потому что я уезжаю. Вот, я буду на объекте в понедельник. В понедельник, смотри, сразу предупреждаю, чтобы порядок был в понедельник. И по вентиляции я предупредил этих ребят, чтобы был порядок чистый, чтобы на объекте было чисто. Это раз. Второй раз, напоминаю, что в понедельник будет доставка по керамограниту, это два. Во вторник будет доставка по краске, это три. И чтобы вот ты у меня там главный, и следи, пожалуйста, за тем, чтобы был порядок на объекте. Заказчик придет, просто в ужасе будет. Ты меня понимаешь, о чем я говорю, да? Чтобы я больше не взрывался, как сегодня. Мне как бы нервы мои, как бы, надо поберечь. Вот я не хочу больше видеть вот этот срач. Ты меня понял, да? Значит, бери и еби их там всех, блядь. Чтобы было все чисто. Вот, фото мне вечером отчитайтесь, что все чисто, да. И сейчас я позвоню Саше, прорабу их, чтобы им дал тоже пизды за это. Это раз и навсегда. Вот, больше я такой беспорядок видеть не хочу на объекте у себя. Понятно, да? Все, все. Вот мы с тобой поговорили и закрыли этот вопрос раз и навсегда. Все, давай, в понедельник я утром буду на объекте. Давай. Что ты хочешь? Говори. Что тебе оставить? Денег? А что у тебя есть? Нечего или что? Ну, иди сюда, к машине. Я тебе 5000 дам, больше не дам. Давай быстрее беги, а то я уеду сейчас. Все? Да. Ты бы хоть бы этот, я подключилась-то там, маты. Ребята, это не понты, это не... Просто вы не связаны со стройкой, вы не знаете, что такое... Ну, многие, да, они знают, что такое стройка, что такое объекты и как заказчики порой... Все чисто, фотка пришлю. Сейчас. Да, ты... Ладно. Фото мне, пожалуйста, сегодня пришли. И это какого? Пожалуйста, следи, чтобы был порядок. Добро? Да. Вот, 5000 я тебе даю. Это, не знаю, мы потом рассчитаемся. Не переживай, все рассчитаемся. Все. Я никому не скажу. Так, все. Так. Все? Сейчас, да. Ощи. Мэри.